И сразу после новостей смотрите интервью с заместителем губернатора края Екатериной Пешковой. И сейчас продолжаем выпуск. Первое тепло пришло в квартиры красноярцев. Жители тысячи домов уже сегодня утром радовались горячим батареям. Третье социальных учреждений города также потеплело. В первый день топительного сезона подключено 20% объектов города. Сегодня задвижки откроют в Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах. Жилищники подчеркивают, что теплоисточники готовы к подаче тепла. Вода поступает строго по графику без каких-либо эксцессов. По ТЭЦ-1 у нас получается запуск, открытие задвижек состоялось вчера 16-го с 15.00. Была дана такая команда управляющим компаниям и другим объектам. По ТЭЦ-2 с 14.00 начали подключение к теплоснабжению объекты Свердловского и Кировского района, а объекты Центрального, Железнодорожного и Октябрьского района, которые запитаны от ТЭЦ-2, подключаться начались сегодня с утра, с 9 утра. По ТЭЦ-3 подключение также состоялось вчера с часу дня. Узнать график подачи тепла в дома можно на сайте городской администрации. Сегодня там появился специальный раздел, посвященный отопительному сезону. С 23 сентября во всех районах начнут работу горячей телефонной линии. Пока по всем вопросам теплоснабжения нужно обращаться в ТЭЦ-Ж, управляющую компанию или службу 205. Напомню, тепло в каждый дом должно прийти к понедельнику. С 23 числа начинается, как говорится, усиленная работа службы 205 в плане приема заявок, возможных где-то за воздушных стояков по жилому фонду. И с 24 проводит работу каждая районная администрация по горячим линиям. Отопительный сезон стартовал и во всех районах Красноярского края. Больше всего повезло жителям Ермаковского, Каратузского и Идринского районов. Там уже подключены все объекты. В Шушенском районе батареи начали отдавать тепло в детских садах, школах и медицинских учреждениях. В Минусинске также открыты все задвижки. На Западе к концу этой недели планируют поставить тепло всем жителям. В Тосеевском, Абонском, Енисейском районах теплоисточники запустились 15 сентября. В Каннские жители тепло должны получить не позднее 23 сентября.